История Валентины Элленберг Участница всероссийского конкурса профмастерства среди операторов машинного доения Здравствуйте, я Инна Михайловская и это Сельская среда Вот он, первый миллион тонн урожая 2023 года Аграрий Тюминской области зерновых обмолотили на более чем 60% площадей Продолжается и заготовка кормов Сейчас сено в наличии около 80%, но пока есть недобор Чуть больше готовости ножа и параллельно с ним идет заготовка силоса Этого сочного корма уже более половины от потребности В агрокомплексе «Маяк» только дойных около 2000 Общее поголовье крупных рогатых более 4000 Чтобы получить больше качественного молока в хозяйстве Корм для животных заготавливают строго по технологии Сейчас время кукурузы, которая идет на силос Сезон для этой злаковой культуры выдался вполне себе благоприятный Столь необходимый белок в початках, а они успели дойти до восковой спелости Скороспелые форта уже убрали, это среднеспелые Смотрим, в принципе тут комментарии излишни Початок сформированный Вон видно какой цвет такой ярко-желтый Сейчас на вкус попробуем Сладковатый такой И крахмала более чем достаточно Ну в общем то, что надо А на этом поле молотят пшеницу Одновременно тестируя новый комбайн Известный европейской марки Прибыл он на Казанскую землю Не с запада, а с востока Теперь такие машины собирают в Китае из немецких запчастей Пока нареканий нет, работает как оригинальный комбайн Высокопроизводительной техники в маяке достаточно Хватило бы убрать очень богатый урожай Но в этом сезоне погодные условия стали испытанием для культур Особенно ранних сроков сева Вот и дает пшеница урожайность около 20 центнеров с гектара Ниже, чем рассчитывали в хозяйстве Мы еще не все убрали Есть еще где-то и задел хороший Ячмени неплохо себя чувствуют Почему? Я думаю, что потому, что они ближе к влаге были Дожди прошли поздновато Посевную, можно сказать, не было И поэтому им повезло в этом плане А пшеница? А пшеница, да Пшеница вытерпела и Всходы вытерпели 40-градусную жару И приличное время она стояла Поэтому где-то сказалось на кущении В Казанском районе в этом сезоне была зафиксирована почвенная засуха Вот и результат Средняя урожайность 15 центнеров с гектара Тогда как средняя по области 23 Ежедневно здесь обмолачивают урожай На площади 2500 гектаров Пока стоит бабье лето Зерно идет с влажностью 14-15% Это почти норма И не проблематично Если этот показатель будет выше Сегодня у всех крупных сельхозтоваропроизводителей Сушильно-сортировальных мощностей хватает В свое время мы провели их модернизацию И сегодня все объемы зерна, которые поступают непосредственно с полей При любой влажности хозяйства готовы и просушивают, и подрабатывают их Ну и за исключением крестьянско-фермерских хозяйств Но при этом у нас есть допустимый шимский хлебопременный комбинат Который готов принимать продукцию И агросервис, агросервис, который предлагает свои услуги по сушке и подработке семян Тем временем в регионе обмолочено порядка 60% площадей зерновыми и зернобобовыми культурами До конца сентября погода ожидается в основном теплая и сухая Аграрии будут трудиться, что называется, от рассвета до заката Личное подсобное хозяйство Ирины Ключинских из Мутинского района На первый взгляд не отличается от других подобных Однако у него очень драматичная история Примерно год назад случился пожар Сгорели 400 квадратных метров помещений, в которых находились свиньи Часть хозяйства потеряли Благо КРС тогда были на выпасах Руки опустили сразу Но благодаря поддержке неравнодушных людей У этого ЛПХ началась вторая жизнь Личное подсобное хозяйство Ключинский создали 10 лет назад Крупные рогатые домашние птицы и поросята С последних, кстати, и начиналась ЛПХ Во время пожара пострадали как раз свиньи Год спустя здесь снова хрюшки Свиноматки с приплодом находятся в разных загонах И те, что постарше, на свежем воздухе После пожара у нас случилось так, что некуда было девать свиноматку Мы ее угнали Ириной Николаевной, маме, бабе Наде И она у нас там опоросилась Я принесла 13 штук Баба Надя их всех выходила И они вот у нас теперь начинают уже сами Уже делаются мамочками Уже у нас три свиньи опоросилась За коровами, быками и телятами Ухаживают Александр Михалев и Светлана Осинцева И сейчас, и год назад они были рядом Супруги, можно сказать, профессиональные пастухи На вопрос, как же можно находиться так долго на природе Где гнус и непогода Отвечают, сдерживая улыбку Так вы нас напугали С дождями, с комарами Мы не боимся Мы не первый год пасем Единственная трудность, когда коровы идут пить В речке воды мало Им приходится нагибаться, на колени вставать Чтобы попить Поэтому они на водопой, мы тоже с ними Смотрим, чтобы кто-нибудь не упал В карманы лезут, яблочко дадим, огурчик дадим Да, вон, поглядите И даже ребятишки с ними здесь Сейчас в хозяйстве трудятся работники из центра занятости Есть место, где мужчины могут перекусить, отдохнуть К работе относятся добросовестно И как-то везет владелица ЛПХ И на помощников, и на друзей Когда случилась вот эта вот у нас беда Я говорю, у нас друзья в беде вообще не оставили Лена, подружка из Тюмени, звонит Алексей, у нее МЧСник В отпуск пошел Она говорит, приедет и будет сколько надо, будет строить Вот, как бы это Фермеры свинделей бросали свое хозяйство Львира с Толей Ехали к нам И тоже помогали Дима, зять, с работы с одной бежал сюда Отец у нас тоже до последу Как бы, вот, Владимира Папа Тоже мужики его скрышли Слазь, только отоберут у него там что-нибудь Он с другой стороны заходит, уже доску тащит Я благодарна, я, мне кажется, не забуду Никогда вот эту вот помощь Когда в трудный момент Готовы подставить свое плечо Сейчас идет строительство еще одного помещения В котором будут жить быки А рядом поросята Ирина уверена, все получится Ведь рядом такие надежные люди Благодарность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Вручили Валентине Элленберг Оператору машинного доения агрокомплекса «Маяк» Женщина представляла наш регион На всероссийском конкурсе профмастерства Призовое место не заняла Зато какой соревновательный опыт получила Готова выступать на следующих состязаниях И так каждое утро и каждый вечер На велосипед и на работу Благо ферма рядом с деревней Валентина Элленберг Больше 20 лет в профессии Приехала в Казанский район из соседней республики Начала трудиться в местном колхозе Сначала поваром, потом перешла на ферму Говорит, адаптации никакой не было Ведь она еще подростком Нашла подход к коровам Вот знаете, честно сказать, я помню Ездила доила с мамой коров в Казахстане И вот когда я ездила в летний период с ней на машине Там доярки ездили на машине на большой Далеко ездили И вот мама меня брала с собой И я доила, подцепляла коров Научилась доить Мама меня научила И мне очень нравилось доить Сейчас Валентина Элленберг Надаивает почти 7400 килограммов молока Надув роженую корову В ее группе 50 голов Разной продуктивности, возраста и нрава И каждая женщина находит подход Ну там все нужно И чистота, и дисциплина И не кричать, и ничего Нужно спокойно все делать Коровы пугаются И не отдают молока Мои коровы, вот если я набираю Не телей, не телей группу Они всякие бывают Мы всяко их испутываем И ноги поднимаем передние И всяко, чтобы подцепить Они дураки дураками Но не все, конечно Всероссийский конкурс профмастерства Среди операторов машинного доения Для Валентины стал вторым Первый проходил в Ижевский И этот вот в Нижнем Новгороде Она вошла в десятку Но до призового места не дошла Все равно хороший результат Ведь участников было 64 Они все себя как-то спокойно чувствовали А я вот, раз я редко выезжаю Они-то все в два раза в год выезжали Выезжают А я 11 лет прошло Так я поехала снова Я расстроилась, когда я не выиграла У меня волнение было у меня такое Я аж заплакала Вот так просто Валентина Элленберг Сдаваться не собирается Она намерена участвовать В подобном конкурсе еще раз Говорит, теперь все тонкости и особенности Знает и намерена попасть в тройку Лучших доярок страны Здесь, пожалуй, поставим точку Этот и другие выпуски программы Сельская среда Вы можете посмотреть на Ютубе А также в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках О новых событиях В агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области Расскажу ровно через неделю А пока удачи И до встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин